Здравствуйте! В информационной студии Екатерина Грицун и коротко о событиях города и края. Еженедельная внутренняя планерка в администрации округа состоялась в среду 14 ноября. Начальники отделов и управлений отчитались о проделанной работе и поделились планами на ближайшие 7 дней. Для телеканала Даль-ТВ рабочий день начался с приятных новостей. 7 ноября телекомпании Даль-ТВ исполнилось 7 лет. Очень приятно, когда многолетний труд замечают. Вдвойне приятно, когда это происходит на уровне власти. Оператор Даль-ТВ Леонид Шагабудинов награжден почетной грамотой главы Дальнегорского городского округа. Далее совещание продолжилось в стандартном режиме. В муниципальную жилищную инспекцию письменных жалоб на качество теплоснабжения не поступало. На устные жалобы даются разъяснения о порядке установления фактов нарушения жилищного кодекса. Делается пиктура строительства в работе в штатном режиме. По муниципальной программе ремонта автомобильных дорог и сражения на них у нас закончили все работы. Единственное, что сейчас находится в стадии приемки автомобильной дороги по улице Арсенева, в селе Даль-ТВ Леонид Шагабудинов. Там объемы все выполнены, остались мелкие замечания, то есть убрать мусор, вывезти, очистить дорогу, остателем мусора. Ведутся работы по обустройству детской и спортивной площадок на бульваре Парина-Ассетенко. Там сроки до конца ноября, поэтому основание там практически уже готово, даже заасфортирована одна площадка. Ждем формы горки, спортивные тренажеры. Завершаются работы по обустройству автобусной остановки в микрорайоне Горького. Обслуживающее учреждение продолжает выполнять заявки. Крупных аварий нет. Аварийная группа работает круглосуточно. На сегодняшний день под охраной находятся, ну как сказать, под охраной. Под охраной передано 25 муниципальных объектов от Каменки до Красноречия. В штатном расписании ни одной ставки сторожа нет. Поступают письма с милицией, с полицией, с ЛИМИ о том, что проникают на территорию этих объектов лица посторонние. Организуйте охрану переданных вам под охрану объектов. Кем я тогда организовать должен, как я должен организовать охрану этих объектов, когда у меня нет ни денег, ни стражей. Та форма охраны объезд, которую мы осуществляем, она проводится в дневное время для того, чтобы определить и забить эти окна. В Каменку уже выезжаем почти каждую неделю. Сержантова не успела передать его в шахранилище. На следующий день от Макарова поступает письмо, что организуйте охрану этого объекта. Переданный под охрану недостроенный бассейн на химико тоже самое. То есть все объекты. Вчера поступило письмо с полицией по оралии. Молодежь собирается под его оралии подаркой. Между оралией я сам был вечером. Молодежи очень много. Молодежи две группы. Одни подростки где-то 10-12 лет, одни подростки постарше. Разбиты на две группы. Одни с правой стороны, другие с левой. Я с ними разговаривал. Они проводят так свой вечерний досуг. Поэтому нужно организовать, я думаю, вечернюю мобильную группу на транспорте. На транспорте закладывать, сейчас бюджет формируется на следующий год. Чтобы мы могли те объекты, которые в городе, объезжать вечером, в вечернее время. Потому что полиция патрулирует, а наших в это время никого нет, так скажем. Поэтому этот вопрос нужно решать. У всех опасения о том, что может какой-нибудь несчастный случай произойти. Но пока действия только такие, которые мы производим. Полигон для утилизации твердых бытовых отходов функционирует. Документы для внесения его в единый государственный реестр сформированы и отправлены в региональный Росприроднадзор. Находятся в производстве. Управление образования отмечает рост заболеваемости ОРВИ. Пока идет масса закрытия групп по детским садам. Опять будет закрыт для сегодня на карантинной надежде и одна группа по красным саду. Ну и в принципе нарастают заболевания детей и школьников. Пока это мало касается, потому что мы только вышли с комитетом. Отработали базу дошкольников и готовим сейчас списки на новогодние подарки губернаторских детей. Приняли участие в краевом конкурсе «Педагогический дебют». Два учителя из школы номер пять прошли заочный тур. Вот ждем результата. И объявлен и вообще стартовал вчера у нас первый этап муниципального конкурса, который мы уже очень давно не проводили. В этом году возобновляем. Лучший по профессии. Очень активные дошкольники в нем. Девять воспитателей подали заявки и два учителя. Группа отдела закупок управления образования отрабатывает проведенные аукционы. В 21-й школе, бывшей второй, завершается установка пластиковых окон. На 40% закрыта кровля. Работы выполняются в соответствии с графиком. График работ предоставил нам подрядчик, который будет устанавливать ФЭС. По остальным учреждениям, по которым мы добавили деньги за счет экономии, они отрабатывают это тоже. Отправили в департамент документы на проплату спортивного зала школы номер 3. У нас срок 26 число. То есть мы должны рассчитаться. 198 педагогов и 17 руководителей приняли участие во всероссийском тестировании в рамках урока безопасности. В школе номер 3 села Рудная пристань произведен ремонт спортивного зала. Как отмечает начальник территориального отдела, в обновленном помещении дети занимаются с большим удовольствием. Ремонт кровли идет на Арсеньева 26 и жалобы жителей у нас на температуру отопления в домах. Объясняю, что по графику 47 у нас на выходе и среднесуточная температура у нас начинает понижаться. Если было 7, 7,5 держалось очень долго, то теперь уже 4, вчера 3. Среднесуточная температура жалобы от жителей у нас. 14 ноября состоялось очередное заседание административной комиссии, на котором было рассмотрено 28 дел, 20 из которых за нарушение благоустройства и санитарного содержания округа. В том числе привлечение должностного лица предприятия «Премтеплоэнерго» за отсутствие организации работы по приведению в надлежащее состояние земельных участков после работ. У нас очень серьезных таких вопросов нет. Единственное, поступают жалобы от жителей, я славы жал на место, были представители «Премтеплоэнерго». То есть после производства проведенных работ по замене водоводов на улице Молодежной, Суханово, обещано было в течение недели покрытие выровнять, но это не сделано. И вот как раз нарушено покрытие, заявлено именно там, где мы делали обездную дорогу после Тайфуна. То есть она единственное удобное, и жителям удобно там выезжать зимой, потому что дорога, которая идет под речной улице, она заметается очень часто. И еще момент один у нас. В очередной раз забилась водопустная труба. Это в районе Костельной. То есть труба установлена была давно, поэтому «Премтеплоэнерго» точно нахождение не знает. Мне оно известно, поэтому сегодня с Тарасенко, когда мы все еще договорились, мы прислали бригаду, и постараемся этот вопрос решить. Потому что вода идет по дороге, температура уже низкая утром, и в современной ситуации, так сказать, есть. 10 ноября в Приморском краевом доме молодежи представители Дальнегорского корпуса волонтеров успешно презентовали проект «Тур в стиле эко» и заняли первое место. У ребят очень хорошие результаты наших Дальнегорских футов. 14 декабря 25 человек, надо их обязательно отправить в город Владивосток на торжественное мероприятие, посвященное году волонтерам. В связи с этим возникает вопрос финансирования, потому что деятельность хорошая, естественно, эти деньги мы пересматриваем. Такое мероприятие у нас предстоит впереди. 17 ноября у нас проедет в спортивной школе «Гранит» чемпионат по мини-футболу. Приглашаем всех, ждем команды «Квадрата», «Патриот», «Патриот-2», «Пластун», «Гостей», «Радуга». 17-18 ноября у нас проедет также в спортивной школе «Гранит» открыт турнир по волейболу памяти Станислава Кутышева. Также приглашаем всех на это мероприятие в 11 часов, оно состоится. Ждем мы гостей с города Арсеньева и наши команды «Дальнегорск-1», «Дальнегорск-2» и «Кабаринский». 6 ноября состоялись краевые соревнования по боксу. Андрей Окунев завоевал второе место, Артем Зайцев – третье. 21 ноября в 15 часов состоится торжественное мероприятие в филиале детской библиотеки номер 2 по Первомайской 8, посвященное 50-летнему юбилею. В 2 числа состоится презентация книги Сюсюркина в библиотеке Центральной детской. Тоже приглашаем также всех желающих прийти на это мероприятие в 11 часов, которое состоится. Подведены итоги социально-экономического развития Дальнегорского городского округа за 9 месяцев. Я 2018 года немножко цифры озвучу. Численность официально зарегистрированных безработных, посоставленная первая и десятая, составила 273 человека. За январь-сентябрь 2018 года у нас родилось на территории 304 человека. Число умерших же составило 561 человек. Естественная убыль у нас 257 человек. За 9 месяцев этого года естественная убыль у нас увеличилась на 15 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на территорию Дальнегорского городского округа за 9 месяцев прибыло 1270 человек. Выбыло с территории 1208 человек. То есть миграционный прирост в отчетном периоде составил 62 человека. Против прошлого года, в прошлом году была убыль 34 человека. В управление муниципального имущества поступило доходов на сумму около 580 тысяч рублей. Плата за социальный найм составила примерно 60 тысяч. Ведется работа по взысканию задолженности. Заявлений на предоставление земельных участков в рамках закона о дальневосточном гектаре не поступало. Не успела общественность оправиться от пожара в городской больнице Дальнегорска, как во вторник 13 ноября вспыхнул новый. Загорелись брошенные сарай в микрорайоне Горелое. Огонь быстро перекинулся на крышу оптовой базы. Подробности далее. В 17 часов 11 минут на пульт диспетчера 37-й пожарной части поступило сообщение о том, что горят деревянные строения по улице Приморская, 16А. Через минуту огнеборцы выехали на вызов. Прибыли на место в 17 часов 22 минуты. Полыхали ветхие сараи. Кровля магазина была полностью охвачена огнем, который легко мог распространиться на соседние здания. Карулам было принято единственное верное решение – это ограничить распространение пожара на близлежащие строения. Был подан первый ствол на тушение сараев прилегающих, так как их там расположена гряда. И то есть возможно было распространение далее. После чего были поданы все силы и средства, направленные именно на тушение крыши. В 17.33 пожар был локализован, то есть ограничен в распространении, после чего 2 часа происходило тушение и разбор крыши. Такие пожары особенно опасны из-за стремительного распространения, обусловленного тягой воздуха на чердаке. К тому же деревянные балки под кровлей не были обработаны огнеупорной смесью. Пожарные добирались до места возгорания всего 10 минут, но к моменту прибытия огонь гулял по всей внутренней части крыши. Сложность была в доступе на крыши. Изначально не было сообщено, что одна фронтовая часть крыши не зашита, то есть туда есть доступ. Эта информация поступила позже и все силы были направлены, звено ГЗДС было направлено именно на ту сторону, навстречу огню, скажем так. И та часть крыши более-менее уцелела. Пожарные отстояли бы большую площадь. Позвони очевидцы в службу раньше. С горечью приходится отметить, что люди забыли о предназначении телефона. Видео со страшным происшествием. Начало путешествие по мессенджерам раньше, чем вызов поступил диспетчеру пожарной охраны. Короче, база уже горит у нас, уже внутри огонь у них. Ни одной пожарки нету еще до сих пор. Ужас. В тушении были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники. Трое газодымозащитников на протяжении 70 минут боролись с огнем в самом эпицентре пожара. На момент прибытия людей в здании не находилось. При содействии работников в организации было принято решение накрыть все имущество внутри помещения пленкой для того, чтобы она просто не промокла. Внутрь самого здания магазина огонь не распространился. При разведке в здании вся люминесцентная подсветка выхода, эвакуационные выходы, она была подсвечена, то есть она функционировала. В пульт пожарной охраны данная сигнализация не выведена. По утверждениям очевидцев, пожар возник из-за детского баловства с огнем в заброшенном сарае. Причины устанавливаются инспекцией пожарного надзора. Оценивается ущерб. Комитет по городскому хозяйству на очередном заседании 13 ноября рассмотрел три вопроса. Один из которых – уборка снега на территории округа в предстоящий зимний период. Подробности в материале Татьяны Ковалевской. Расчистка улиц от снега зимой – актуальная тема, которая ежегодно рассматривается депутатами. Решается же вопрос администрации округа. Этот год не стал исключением. На Комитете по городскому хозяйству уборка снега стала самым обсуждаемым вопросом. В соответствии с 44-м федеральным законом отдел жизнеобеспечения подготовил муниципальный контракт на уборку снега в Дальнегорске в 2019 году. После проведения аукциона будет заключен договор с подрядчиком. Однако администрация не может гарантировать наличие участников, которые готовы приступить к исполнению контракта. Для того, чтобы заключить контракт в действующем году, мы ориентируемся на то, что у нас бюджет на 2018 год, плюс плановый период 2019-2020 год. В планируемом периоде у нас сумма заложена на 2 миллиона 780, то есть так в этом году. На следующий год мы дополнили наши бюджетные деньги и на остатную часть тоже разыграем контракт. Просто пройдет удорожание топлива, НДС там. Ничего, поэтому будет удорожание. Количество в город будет столько же, как и в предыдущем городе? Так же? Ничего не меняется, а очень хочется. Сложно будет подавать. Ну, по снегу очень сложно ориентироваться, сколько будет снегопадок. Мы берем среднегодовые осадки, обычно у нас от 6 до 9 количество снега нападает раз. Поэтому средний взяли 8. Стоит отметить, что руководители территориальных отделов этим вопросом занимаются самостоятельно. В бюджете округа предусмотрены средства для заключения контрактов на уборку снега в селах Каменка, Рудная пристань, Сержантово и Краснореченский. Мы пытались включить в единый контракт на уборку в село Дальнегорского городского округа, но подрядчики отказываются, потому что слишком большие объемы. И гораздо проще в селе найти подрядчики, которые будут убирать только село, потому что понятно, он на город не выйдет. Депутаты выразили обеспокоенность, кто же будет убирать снег во время долгих новогодних выходных. Все помнят большой снегопад 2009 года. Представители администрации поспешили успокоить народных избранников и напомнить, что данные контракты не уходят на зимние каникулы. В январе мы уйдем все, на сколько там, 10 дней, выпадет снег, а у нас контракт не заключен, и все, мы все погрязли здесь, как быть. Надо сделать так, чтобы именно в контракте, именно с первого января, вот мы это, вот и говорят депутаты, что вот, надо постараться. Контракт включается с первого января по 31 декабря, там более того, как с нуля часов. Депутаты решили, что в декабре еще вернуться к этому вопросу, чтобы заслушать информацию о результатах конкурса до 25 декабря. Дальнегурский участок Государственной инспекции по маломерным судам информирует, что на основании распоряжения в Рио губернатора 15 ноября закрывается навигационный период для плавания на маломерных судах на водных объектах Приморского края. Если говорить коротко, это все значимые события дня. До свидания. Спасибо, что вы с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова